Амстердам к 2030 году запретит въезд машин на бензине и дизельном топливе на свою территорию. Причина требования Европейского Союза по снижению вредных выбросов. Они касаются и Латвии, а Министерство защиты окружающей среды уже предоставило на общественное обсуждение план по улучшению качества воздуха. Каким воздухом будут дышать наши люди, расскажет Евгения Копылова. Включаем насос главный и один из насосов, который будет подавать воду уже из бочки. Это Андрей Архипов. Он уже 6 лет моет окна по всей Латвии. В квартирах, торговых центрах, предприятиях у земли и на высоте. Сегодня гостит на Закюсале. Говорит, что чисто. Черной, стекающей ручьями, грязи не видно. Самые грязные окна в Риге, естественно. И самые грязные окна в районе порта. То есть что-нибудь, где угольный терминал Катринас-Дамбис. Ну и сам центр города. То есть улица Бривибас, Чака, если мыть, они самые грязные. В остальных районах все чище. В поселках, типа Бабита, Бебербеки, Балтазерс, там еще чище. Андрей, хоть и не эксперт окружающей среды, но говорит, что окна действительно показатель качества воздуха. То, что в окнах, то же самое будет. И в наших легких, соответственно. Несмотря на то, что у нас там есть фильтрующие в самом организме, предусмотренные в носу. Но чем грязнее воздух, тем грязнее окна, тем грязнее. И, соответственно, то, что мы дышим. Чем мы дышим, заботит Евросоюз. А из-за него и Министерство окружающей среды регионального развития. Оно предоставило план действий до 2030 года на обсуждение общественности. К слову, план доступен с 16 апреля, однако предложений пока поступило немного. Высказаться можно до понедельника, 6 мая. Подробный план изложен на 120 страницах. Но если вкратце, чтобы дышать чище, нужно меньше выхлопа. А это целый комплекс задач – снизить выбросы на заводах, сельском хозяйстве, энергетике. Нужно утепляться и менять системы отопления, переходить на альтернативное топливо. Главные враги – диоксид серы, частицы пыли, неметановые летучие органические соединения, оксиды азота и аммоньяк. Их содержание в воздухе нужно значительно снизить. Диоксид серы, например, в воздухе должен уменьшиться на 46%. Но чья же это задача? Мы считаем, что есть вопросы, которые самоуправление знают лучше. Они лучше знают, какое решение было бы более подходящим. Но это еще предстоит обсудить. Этот план пока больше объект для дискуссий. Как это все достичь, балансировать качество воздуха, здоровье жителей и решить, какие функции готовы на себя взять самоуправление. А какие государства – пока вопрос. При этом практически все мероприятия удовольствия не дешевые. Например, у нас заводы по производству биотоплива первого поколения. А надо переходить на новую ступеньку. Мечтать о инвестициях для завода по второму поколению. Но это просто для нас космос. Я думаю, что это нереальная миссия на такое зримое будущее. В то же время у нас есть возможность внедрить транспортную систему и, как говорится, использовать биометан, который у нас, в принципе, производится. Что касается запрета на бензин и дизельное топливо, в Латвии пока такое нововведение не планируется. Но использование электротранспорта будет поощряться. Готовый план действий министерство обещает представить в сентябре этого года. Евгения Копылова, Марис Юргенсенс, Латвийское телевидение.